Приветствуем вас и в этом видео мы с вами разберемся как работать с уровнями в платформе Wolfix. Итак, для того чтобы добавить новый уровень на график, кликаем под новой шкале и наведя курсор на нужную нам цену, вторым кликом подтверждаем установку уровня. Если же мы хотим изменить цену уже выставленного уровня, то мы выделяем его левой кнопкой мыши и наведя курсор на новую цену подтверждаем изменение цены уровня. Обратите внимание, что слева от ценовой шкалы на уровне у нас отображается значение боковой гистограммы. В данном случае это значение объема. Если же мы кликнем правой кнопкой мыши по ярлоку уровня, не выделяя его, то у нас откроется окошко с настройками данного уровня. Здесь мы можем изменить цвет линий, можем поменять тип линий, например, на штриховой. Также можем указать дату, начало и конца построения уровня. Visibility – это настройка отображения уровня. По умолчанию все новые уровни отображаются на всех меньших таймфреймах. Но мы можем изменить отображение уровня, например, отображать данный уровень только в текущем окне. Также доступно отображение уровня на всех таймфреймах, как младших, так и старших. А также на всех окнах с данным инструментом. Другими словами, если мы выберем All Windows, то этот уровень будет отображаться во всех окнах с данным инструментом и на всех таймфреймах. Если же мы хотим указать данную настройку по умолчанию, то сделать это можно в главном окне MarketWatch – Setup – Global Signs. User Line Visibility – ставим All Windows и подтверждаем. Здесь же доступны настройки по умолчанию для новых линий. Это позиция текста, к этому мы вернемся чуть позже. И прозрачность уровней, то есть ценовые зоны. К этому мы также вернемся позже. Идем далее по настройкам уровня. Note – это текст линий. Подпишем линию как Line 1. Margin – это отступ текста линии от ценовой шкалы. Предположим, что у нас есть две линии, например, с разных типов графика, либо с разных окон. Но все-таки мы хотим как-то обозначить, что у нас есть два уровня по данной цене. Для этого мы переходим в настройки уровня. И с помощью стрелочек в левом нижнем углу мы можем переключаться между двумя уровнями. Подпишем вторую линию как Line 2. И поменяем ее цвет на зеленый. Отступ укажем 5. Таким образом мы можем видеть, что по данной цене у нас находятся две линии. Идем далее по настройкам линии. Position – это настройка отображения позиции текста к линии. Например, можем отображать текст по центру, либо справа. Area – это возможность создания ценовых зон. Если мы укажем 4 пипса и выберем mid, то у нас построится такая вот ценовая зона на 4 пипса, как вверх, так и вниз. Если же мы укажем, например, только вниз, то ценовая зона построится от текущей цены на 4 пипса вниз. И также можем задать прозрачность данной ценовой зоны. HideLine – это возможность скрыть данный ценовой уровень, если в данный момент он нам не нужен. Lock – это блокировка данного уровня. То есть заблокировав уровень, мы не сможем его ни удалить, ни поменять его цену. То есть это своего рода защита от случайного удаления уровня. И в правом нижнем углу у нас доступна кнопка для копирования данной линии и последующей вставки его на другой график. Таким же образом можем добавлять и временные линии. Кликаем по временной шкале и устанавливаем линию. В меню Setup – Lines мы можем вставить линию на график, либо с помощью горячей клавиши Ctrl плюс P. Также можем скопировать все ценовые уровни данного графика. Можем удалить все ценовые уровни, удалить все временные уровни, удалить все незаблокированные уровни. И также удалить все уровни с графиком, как временные, так и ценовые. Также в меню Setup находится функция Height Global Line. Она позволяет скрыть все линии и инструменты рисования, которые были скопированы с других графиков. Другими словами, данная функция позволит нам оставить на графике лишь те линии и элементы рисования, которые были построены конкретно с данного графика и тинфрейма. А в настройках этого окна – Setup, Silence и прочее – мы можем задать цвет текста линии и цвет самой линии по умолчанию для всех последующих линий для конкретного графика. Например, изменим цвет линии на серый. И все последующие уровни у нас будут строиться в сером цвете. В правом верхнем углу у нас доступен выбор типа линий – это обычная линия, либо alert. То есть указав ценовой alert по данной цене, после того, как цена достигнет этого уровня, сработает звуковой сигнал. Подробнее по настройке alert у нас есть отдельное видео, ссылку оставим под видео. На этом у нас все. Если у вас остались какие-либо вопросы по работе с уровнями, пишите в нашу техподдержку. Контакты в описании под видео. Благодарим за внимание и хорошего дня.